Болеем, конечно, за нашего. Зигваулт говорит, та же фигня с этим ладером. Даю себе установки, поиграть себе удовольствие. 50-20 минут, пульс 140, АПМ-110. Гася, как ты? Ты поспокойнее, АПМ. Сердечко еще прихватит, старичок. Прокручиваешь проигранные игры перед сном. 110. Зигвольт, ты... Не бережешь ты себя. Да, и начнутся у меня вот эти вот темы, типа... Ладно. Почему нет смайла и рыба? Савелью надо на планерочке предложить. Так, крафт непростой. Непростой французский андет. Ну и карта, как я уже говорил, Твист от Медоуза, она накладывает особенные, ну такие, определенные... Даже не ограничения, а специфику на этот матчап. Во-первых, здесь очень много криппинга. Здесь очень много возможностей поставить экспанд. Здесь очень легко затянуть, увести игру в макро. И нужно это делать зачастую. Для того, чтобы... Ну, андету в частности, кстати. Карта, конечно, переделана. Теперь вроде на острове у нас драконов нет, а есть големы. То есть в гарг тут не особо... Варденка у Дайс. Да ты что? Многообещающе. Знаете, а Дайс еще щегол. Ему там 22 года. Когда мы записывали воды, как играть за Варденку. Ему было 7 лет. И скорее всего, он матчастя не... Он знает не все. Скорее всего. Зоги, здравствуй. Здравствуй, Зоги. Давненько. Вот. Варденка, да. Варденка, она... Здесь можно ее хорошо прокрепить. Она хорошо себя чувствует как раз в лейте. Можно подхарасить. Можно человека повозвращать. Опять же, если соло Варденка 5-6-й, ключевые уровни. 110. Это на 100 больше, чем у меня на пике, говорит Гравди. Да. Бывает. Что это было? Вот что это такое? Вот что это за магазин, скажи мне? Тратит дагерок. Они дагерок литые, да? Убрал, побежал. Почему не побежал сразу же? Побежал же. Ты видел, что здесь люди? Не-не-не. Мне кажется, сейчас мы будем... Мы будем... Не то чтобы гореть, но... Где диспол? Хотя бы попытался бы. Зачем подошел, если скелетов еще не вызвал противник? Короче, ребят, это... Пока... 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 Дайс не показывает, то... О, тут минус гуля на криппинге. Извините. Извините, пожалуйста. Такой косяк. Минус гулька на криппинге. Одна из трех. Ну, как бы там не экстремальный был криппинг. Скелеты есть, ДК есть. Гули... Просто он не увидел, видимо, свою гулю. Мне нравятся виспы, конечно, у него, что он готов... Готов, если что, ставить базу. Врониган, здравствуй. Но пока что... Пока что в игре ничего не происходит. Вороданка взяла ботинки. Ну, это охота на ДК. Не знаю, зачем. Понятен маршрут криппинга. Это тоже такой стандарт своеобразный. Варька пытается найти ДК, где он крипится. А ДК найдет сейчас Варденку. Точнее, Арчи, извините. Все, теперь Дайс понимает, что начинать криппинга здесь очень опасно. Армию игрока атакуют. Сейчас закупка двух троллей, скорее всего. Просветку не взял крафт. У-у-у-у, смотрите. Одна Арчау хайдится и ДК не может пройти. Вау! У Варденки есть бутылка. Ретаргет нужно делать. Бараком. Ретаргет бараком! Блин! Ну что, ретаргет не сделан? Ну, ё-моё. Арчи, конечно, стоят, стреляют. Прекрасно. Сейчас Варька третья будет. Второй дегерок. И можно уже гулей штамповать сейчас. О-о-о, начнется. ДК делает персоналку для того, чтобы спасти гульку. Блин, вот это хорошая тема с тем, что... Ну, это вопрос, конечно, к Андедычу. Он просветку не купил. У него был родной магазин. Он забегал сюда, в магазин. И он не берет просветку против эльфа. Беспечный. Беспечный, конечно, крафт. Две лорницы. Пришел на разведку, увидел, что это не гарги. Хорошая по таймингу разведка. Можно было чуть пораньше прийти, потому что второй склеп, как правило, делается к Т2. Варя потеряла немного времени. Бегала, лечилась. Отпустила ненадолго ДК. Ну, и я, конечно, не поддерживаю отсутствие экспанда у эльфа на такой стадии. Варька пришла. Во время грейда. Отлично, сейчас одного Акалита убивает. А тут телепорт надо тратить. Не знаю, что думает ДК. А, он отменил грейд на Т3. Шикарно. Арктонс поддержал ваш канал на тысячу рублей. Ничего не сообщил. Сообщил, что поддержал. Арктонс, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня начинаем смотреть финалы шестого сезона Warcraft 3 Champions. Здесь, кроме соло, еще 2 на 2 и даже фуфа есть на 100 баксов. Вот, к сожалению, второй, завтрашний, послезавтрашний день накладываются на приезд наших гостей, но я постараюсь объяснить и вырваться на несколько часов для того, чтобы завтра вечерком посмотреть матчи, потому что состав участников очень хороший. Сильные китайцы, корейцы и весь наш топ, включая Дмитрия Костина. Поэтому может быть интересно. Что такое ретаргет? Ретаргет — это убирание таргета, то есть цели с определенного юнита, ну, барака в данном случае. То есть по бараку стреляют с повышенным приоритетом. То есть если у вас есть барак и рядом юниты, нейтралы будут бить барак. Если нейтралы могут бить и обычного юнита или героя, ретаргет тоже работает. Для того, чтобы они перестали бить этого юнита или барак, вы берете этого юнита или барак и приказываете им бить одного из ваших юнитов. Или строение на базе, например. Главное, чтобы он не атаковал врагов. Точнее, даже не атаковал врагов. Потому что если вы мув сделаете, ретаргета не будет. Чтобы он атаковал ваших юнитов. Тогда нейтралы подумают, что барак играет за вас. И все. Демон Хантер вторым героем. Очень смелый ход на самом деле. Смелый и безрассудный. Ну, вот что это такое? Видно же было, что он успеет койл кинуть. Блинк. И минус ДК. Изи просто. Надо. ДК тоже беспечный. Что, блин, что? Такие неуравновешенные люди. Я, ё-моё. У ДК был. Может, там пинг. Может, он не успел телепорт поражать. Но то, что Варденка должна была прыгать и даггером его убивать, это прям 100% верняк был. Может быть, он по совокупности факторов решил, что не буду, я здесь сражаться. Отменили Т2. В смысле, Т3 делающиеся герои убили. Ну, помните, как-то девочка на видео. Вылупились, на нас смотрят. Та-та-та-та-та-та. Ничего не дали. Короче, праздник испорчен. И Краф решил не мучиться. Вот. Какой-нибудь Хепич. Ну, какой-нибудь. Любого из Хепича возьмите. Во-первых, он не дошел бы до такой стадии. И даже если по каким-то причинам он дошел бы до этой стадии, он бы не левал. Пока он жив, он не левал. И, конечно, ну, зрителю интереснее смотреть, конечно, когда товарищ хоть как-то. Понимаете? Хоть как-то. Пусть даже из безнадежной ситуации. Но пытается вытащить. Пытается вытащить. Особенно, когда есть, ну, теоретически, чего у тебя там. База есть, трогеры есть. Противника экспанды нет. Да, ты подкормил Варден. Ну, сам виноват. Но ты убил Дэху, кстати. Тамарчу съел вроде. Ну, то есть, если вместо Крава в той ситуации посадить того же самого Хапача, он бы, скорее всего, выиграл. Понимаете? Ну, отступил потихонечку. Там, потерял на отступлении, конечно. Дождался бы Дэху. Подзатянул игру на криппинге. Сравнялся немножечко по героям. И все. Особенно, если Эльф бы не торопился после этого с постановкой экспанды, никаким макаром бы не укреплял свое преимущество. Еще без шансов. Куда подевался Флекс? Краса. Крава, да? Да, да, да. Крав там, конечно. Да, мы смотрели турнир. Помните, где Крав выделывался после того, как первую катку у Фогича взял? Потом, конечно, приуныл после того, как проиграл две следующие. Но он прям такой понтовый француз. Да, никакого праздника шарики не дали. Да, 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 да. Никакого праздника? Ничего нельзя, да. Шарики не дали, ничего нельзя. Ну, да, да, вот что-то в этом роде. Я и сам таким образом тильтовал. То есть, были вообще люди, которые... Знаете, в ладере встречаешься с человеком, с каким-нибудь, особенно с которым у тебя там уже много наиграно. Происходит какая-то типичная ситуация, из которой, например, в прошлые разы ну, товарищ, например, более удачно выходил, а тот, например, там, потерял на одного, грубо говоря, юнита больше. И он ливает просто. Ну, потому что, как бы, ну, никакого удовольствия он не испытывает от поражений, понимая, что это, скорее всего, сценарий приведет тебя... Плюс ладер ни к чему не обязывает. Иногда было, что ты попадаешься с человеком и просто ливаешь сразу, потому что, ну, а зачем играть, если ты все равно проиграешь? Ну, такое бывало. Поэтому на турнирах подобных игр, конечно, было значительно меньше, но тильтовали очень многие, потому что Warcraft сама по себе, особенно соревновательный Warcraft, да не обязательно. Любую игру возьмите, соло-игру, и нормальную конкуренцию туда дайте. Там, Старик, Варик. Она нормально заставляет напрягаться. Миш, салюты в официальных обсерверах. А тут ничего сложного. Еще осталось с прошлого раза конфа в Дискорде. Я сегодня прибежал, проанонсировал стрим за 7 минут, за 5 минут написал в этом Дискорде, что собираюсь стримить. Меня добавили на темликвиде и никаких проблем с входом в игру. Просто ни одного вопроса. Идеально товарищи работают. Причем, я не стримлю на Твич. Я стримлю на ГГС, ретрансляции на Ютуб. Все. Тыкаю сам. Милосердие, привет. Понты никто не отменял. Да, да, Блай. Ну, раз уж сейчас не умею, надо же вспомнить, когда получалось. Правильно? Но справедливости ради стоит сказать, сейчас вот без понтов, что вот Блай, например, я ни разу не побеждал. Ну, потому что он щегол, и мы не встречались с ним. Он начал играть после того, как я уже закончил играть. Без понтов абсолютно. True story. Старкрафт, может быть, пересекались, но я, если честно, не помню. Старкрафт, что там, Касса я убивал, помню. Вайтру, естественно, Вайтра не профессионал. Кого-то мы еще убивали. Кто-то мыем выигрывал. Затернов играл. С Джоу, кажется. Еще катнули его, изи. Разок. Да, на стриме задержка полторы минутки, поэтому... Ой, готи. 100 рублей и сообщает. Ой, как смог задонатить. Пришлось еще одну карту искать. Слушай, ну хорошо, что у тебя не одна карта. Искренне этому рад. Крафт, я думаю, здесь будет играть, по крайней мере, в гарг. По крайней мере, на этой карте будет играть в гарг. Ну что, против козла гарги на карте, где есть фонтаны, почему бы и нет? Перехватить инициативу. Похарасить, не дать построить. И козел прибегает на мейн. Ставит вард. Нерубка есть. Акалиты уже шкерятся. А это, кстати, минус телепорт у козла. Все, он здесь, во-первых, никого не убьет. А, нет, извините. Какой телепорт, у него же персоналка была. Даже койл не потратил. Красава, Краф. Иногда было, создаешь, а буза клеваешь 20 раз подряд, но зато, ух, какая статистика, главное успеть раньше, чем у меня такой же обузер. О-о-о. Я вот так, говорит, а вы играть будете? Сегодня, кстати, будет еще один матч после этого. То есть победитель с лалайтом, насколько я понимаю. И на этом все. Посмотрим, насколько быстро они отыграют, хватит нам времени на фуфашечку. Минус арча. мгм гейм говорит, я так монитор один раз разбил, один час была игра против эльфа, я потерял ДК и ЖК монитор ударил. Минус монитор. Да-да. И главное, у тебя нет четырех вагонов, нубасов, которые вообще не умеют играть, не пикают, не контролят, ни хрена. Вот. Есть просто ты и все. И давай потом рассказывай, что ты на самом деле Калифрике активировал премиум. Калифрике, спасибо большое. Счет почему не обновляется? Он сам не обновляется, его должен майкер обновить. Давайте Дайсу заслуженно поставим счетик. Где мой бустер? Оп. Оп. Дайсу. Ну что, гарги, не гарги? Гарги. А что тайминг такой убогий на гарг? Крафт, видимо, не часто в гарг играет. Ну, кладбище поздновато. Второй склеп поздновато. Гарги должны строиться синхронно сразу после окончания Т2. По парам. Как Матфрок завещал. Да, кстати, друзья, XXXDOM3 говорит всем привет с наступающим днем солидарности трудящихся. Действительно, грядут майские праздники. И наш замечательный президент сказал, что отдыхать мы будем отныне больше, чем обычно. Меня, как руководителя малого предприятия, это, факт, несказанно обрадовал. Вот. Но мы собирались, в общем-то, на майских праздниках почти на неделю зависнуть за городом. так что для нас почти ничего не поменяется. Но приятно, что за тебя лихо принимает решение другой человек. Это, конечно, спасибо. Весь прогрессивный мир тоже идет к тому, что уменьшает количество часов в рабочем дне, количество дней в рабочей неделе. Все нормально. Мы идем... Ну что... Минус... Короче, минус гулька просто на ровном месте потерял. Минус зигурат. Козла сейчас загонит, правда. Надо будет телепортироваться обязательно. Оп. Ой, хорошо. Увидел, что... Вообще грамотно все сделал. Молодец. Демонхантер второй. Молодец. Четвертое кольцо вообще не нужно ему. Пошла персоналочка продолжения Хараса. Не, ну в целом сейчас идет игра гораздо более такая ровненькая. А где гарги? Вот я... Мне любопытно. Гарги здесь. Пытаются отбиться. С тремя энтами можно и козла забрать. В смысле... Да, я с тремя энтами и козла можно... Все правильно сказал. Гиспол. И козел убежит ведь. От нового убежит. Не хватает дистанции на нового. Еще один эльф, который не делает магазин под Т2. Это... Это последователи Фоги. Блин, ну вот надо реально это самое... Донести как-то мысль, да. А есть вообще у Дайса тренер? Можно как-то через человека передать информацию о том, что... Если ты играешь через Демон Хантера... Флани! Здорово, Мей! Привет, Миггер! Миггер! Ха, Флани! Флани, старичок, может удивить вас размером своего айдишника? Флани. Флани. У Флани, кажется, на проплее был ник-найм Флани. Короче, стафы, магазин под Т2, под Демон Хантера у тебя должен быть под выход. Закончился Т2, пилишь магаз. Дима выходит. Сейчас у него есть магазин, а стафа нет. Ну какой толк в этом? Ну вот и что сейчас ты будешь делать без стафа, скажи мне, друг мой, сердечный. Подрывники сработали хорошо, очень. Часть проблемы Дайс уже решил. То есть, что... Жалко свиток было юзать на вот этих непонятных людей. Ну что, сложновато зигураты пробить козочками. Сто раз об этом говорил. У коз пирсинговый дамаг режется там в три раза. И у козочек яд, который вообще не действует. То есть, от урона единички у тебя остается там 15% просто от Дриад. Они не умеют штурмовать базы дриадки. Особенно, когда там зигурат какой-то забетонированный бьет еще пирсинговым уроном там 24-27 или сколько там этот урон из передки, я не помню точно. У нерубки там 10-12, кажется, да? 9-10 милишный урон, а там в общем, больно бьет под рядом очень. Вот, сейчас дайсу вообще не стоит ничего там придумывать. Выходишь сразу из лимита, выходишь, говорю, сразу из лимита, он с бараком, видимо, будет пушить. Почему у нас да-да-да, и все, и вперед. Выходишь, говорю, из лимита, и Т3 он тыкает. Да ты что? Да зачем? С ума сошел? Зачем ты взрывал тогда зигураты? Ну, серьезно? Ты же продавливаешь его. Хотя 4-3, может, и не продавит. Эх, жаль-то. Блокирует хорошо командир Огра, прям, прям классно их блокирует. Огненный плащ берет, гарги сейчас разбегутся, просто от димки, который не трону его тренет. Хорошо. Не, не трон очень опытный игрок, игрок. Блин, вообще ненужное сражение для дайса здесь. Ну, и где став вообще? Став есть, но его не использует. Блин. Гаргу одну отрезал. Блин, такой просто такая нелепица. Армию игрока атакуют. Зачем ты став покупаешь, если не используешь шум? Шедера взял, чтобы решить проблему с лесом. Эва Кич поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Михаил, а тебе говорили, что ты внешне похож на ГГ в фильме от собака по мягкей знак Хаттабыч. Я не видел фильм. Мне не говорили. Ну, похож, похож. Меня смущают вот эти вот отдачи. То есть, он взял Андетта и подкормил. Там почти пятый ДК. А опытный Андеттес такие вещи не прощает. Хорошая просветка, чтобы не забузил Крафт. О, минус еще Гаргадны. Хороший Берн. Ну, Став, ты. О, молодец. Став сработал. На этот раз сработал. Выходит потихонечку Медведи сидит на лимите 50. Я до сих пор не понимаю, зачем он тогда брал подрывников и взорвал эту спиртку. Ну, зачем? Если не продолжал, не хотел пушить дальше. У него была реально возможность допушить. Не стал этого делать. Загадка. Загадка. Пошла нычка. Ну, это исходя из логики, что пропушить экспант я не смогу, там уже защита хорошая есть, но как-то нужно андеда компенсировать. то есть, то, что у него есть экспон, нужно что-то делать, потому что андед может в деф уйти спокойно, и все, ты его не пробьешь. И на этой карте, как раз в отличие от островов эха каких-нибудь, да, где всего четыре шахты на двоих, есть пятая шахта. Но с гаргами не все так просто, понимаете, не все так просто. Если будет нормальная разведка у Крава, он вообще не должен давать. И поэтому Дайс неплохо... Ну, куда ты делаешь Берн? Ты же видишь, что успеешь... А-а-а... Став, это хорошо. У меня ощущение, что все низколы думают, что Став нужно, чтобы спасать героев, а не юнитов. Ну, мы уже сколько раз и у Фогича видели, вот и у Дайса сейчас тоже наблюдаем эту ситуацию, что они берут стандартного героя, который выходит прям позже, чем нейтральный. Ну, и выходит сразу у тебя на базе. Не делают магазин и в ближайшие стычки теряют парочку юнитов. Просто. Которые стоят так же, как Став. Я... У меня вообще до сих пор в голове не укладывается, как... Но я понимаю, исходя из какой логики это произошло. Это произошло из-за того, что Демон Хантер вторым героем вернулся в мету сравнительно недавно. И раньше играли Кипер плюс там Алхимик, например, да? Против андетов или Кипер плюс Панда. То есть, брали нейтрального героя и как бы магазин тебе на мэне не особо нужен, потому что ёппер СТ, как же так получилось? Вот, ну перестроились же уже. Ну все, уже ждем-ка есть. Инфа для тебя, как начальника, можешь спокойно назначить по-дежурному, а то и всех, так как это не выходные и не рабочие, если предприятие, которые относятся к неприятным производственным... Никогда же и трудовое... Да нет, нет, я не к тому. У нас в коллективе товарищи работают и в выходные или не работают в рабочие. То есть, у нас привязка к конкретным задачам на дистанционке. Ну, на удаленке мы уже сколько лет работаем. Поэтому нормальная практика, что там на планерке в пятницу кто-то берет задачи, которые будет делать на выходных. Так, бежит взрывать, взорвал магазин, тыкает в леча. 64, дайся больше, но лимит у него такой пьяный гарги. Очень хорошо, что крафт не использует форму. Ууу, крафт тут не прав. А крафт не прав. Крафт очень сильно не прав. Форма-то у тебя есть? Нет? Он формы не сделан. Блин, как же... А сторонник не прав, что не кинул винный пары второй. Его откинул сейчас. Господи, полчаса эти оставшиеся пьяные гарги убивают дриаду. Все равно не пробиться через вышки, скорее всего. Это пятый ДК. Димку сейчас убивать будет инвол. Молодец, увидел. Да, гульки сейчас помогут отбиться. Можно заставить телепортироваться ДК. На мейн телепортируется. Серьезно? На мейн? Стоп, а... Что-то я не увидел анимацию телепорта. Это баг или все, у меня уже крыша едет. Я специально посмотрел на некроп или не увидел анимацию телепорта. Ладно, Дима вернулся после персоналки. Вышки все еще стоят. Став есть у нас? Или на КД? На КД, бывает. А второй мы не взяли на третьего героя, бывает. Нет, странник здесь не отбивает, в смысле не продавливает. Лалайт, например, или Хапач сбреет вообще любого этого не заметит. Мун тоже, Лин тоже. То есть там очень много ошибок. Дима став хорошо. Самая большая проблема была здесь у Крава с тем, что он не сделал стонформу Гаргам. Потому что панда берется как раз для того, даже первого уровня панда, она делает очень большую работу, очень большую важную работу. У человека осталось там, не знаю, 8 Гарг. Занимают там они 16 боевого лимита. Их задача фокусить в рядочек. И один герой, который занимает 5 лимита, способен кинуть три раза в винные пары нон-стоп, каждый из которых действует по 12 секунд, если мне память не изменяет. И уменьшает дамаг Гарг почти в два раза. То есть на 45% там миссы. 45, 65, 85, как-то так. Вот. И игнорировать винные пары на своей армии не стоит. И поэтому под Гарг обязательно делается стонформа. Обязательно. Потому что раньше всегда играли Демонхантер, Панда вторым героем. И все андэды играли повально в Гарг. Почти на любой карте. И это было таким стандартом, что было отработано все настолько хорошо, что все вот эти факторы, которые сильно влияют на исход битвы, ну типа как правильный херокил, винные пары, фокус, свитки лечения по таймингу прочитанные. Андэды все очень хорошо отточили. И эльфы отточили, и андэды хорошо отточили. Но это все следствие большого количества игр и высокой конкуренции, когда люди по приблизительно одним и тем же стратам играют. Сейчас Гарги являются ситуативным выбором на карте, на определенных только картах и то против определенных эльфов. И это зависит в том числе от предпочтений того же самого Андэда. Он может и не играть здесь в Гарг. Поэтому и забывают такие вещи иногда. Не сделают грейд или не забывают стонформу сделать. В общем, вот. Но в результате просто Гарги в два раза меньше урона наносили. Из-за того, что Панда была не... Панда кидала как надо. Жалко здесь не навести новинные пары. Давайте я сам... И тут тоже не навести. Блин, я бы свяжил в... Кажется, скорость перемещения на первом уровне 15 на третьем... На втором 30 на третьем 45. А когда Панда только вышла, там был вообще штраф по скорости перемещения на 50%. Представляете? Или на 45-50. сразу как будто... Потом уже они там отбалансили эту тему. Но миссы дикие. Ой, шестой ДК. Уууу... Да, откормленный. И сейчас пойдут скелеты. Нам нужно миллион висков, потому что ряда не справится с таким миксом. Вообще, микс отвратительный у Дайса против такой армии. Ничего здесь не сделать. Тут лучше пытаться на деньги сделать химер, не знаю, каких-нибудь. Эту нычку сдавать, потому что ее никак уже не... Вины пары дыхания неплохой Но есть дестройер, который все снимает Медведи без формы Нет, это 1-1 Это безусловный 1-1 Панда делает неплохой инвул Непонятно, зачем цепляется сейчас Видимо, чтобы панду потерять, когда инвул закончится Андедевский герой слишком сильно прокачан Что они сделают уже? Сейчас задавит Веспов брать, диспелить, стараться, пытаться лечиться, перегруппироваться Но в целом Ситуация не очень хорошая 75 лимит на 66 Но здесь лимита гораздо больше из-за андедов А что, веспов не взял? Где веспов? Где веспов? Веспы, кажется, 3-ю новую получили И сдохли все от леча Ну просто не может так просто пропасть 5 веспов Понимаете? Просто может, не знаю, кошелек у вас пропасть А 5 веспов так просто не пропадают Да, эльф очень страдает Дряда не контрят некровагон вообще никак Они болеют, умирают и от некров, и от вагонов От всего они умирают Арчи тоже ничего не могут здесь сделать Тут только экономическое преимущество и химеры Желательно еще пару ферриков и большое количество веспов Либо прокачаны эльфийские герои Капец, так жалко Я смотрю, мне больно просто Падает Дима 1-1 Ну... Ой... Да-да, из отлететь просто может в первом туре же Вы... Готи говорит Я не частый посетитель сайта Почему я стал серебряным? Потому что, видимо, поддержал канал там на какую-то сумму И тебе выдался этот самый статус Да, друзья, добрый вечер Для тех, кто недавно присоединился Особенно Сегодня у нас первый день Завтра и послезавтра будет финальная часть турнира Warcraft 3 Champions 6 сезона Хороший призовой, очень хорошие участники Мы досматриваем последние там пару матчей на сегодня Трое корейцев, хороших, сильных Трое китайцев, хороших, сильных Очень много наших европейцев В том числе и Хэпич Так что Из мега сильных именитых игроков Сразу можно сказать Хэпи, Инфи, Флай, Ла Лайт Это из тех, что живы Много людей сильных Фоги, конечно же Вот Надо зайти в игру, наверное Что-то я забыл Как бы я не пропустил Меньше минут прошло Хотя, может, они не успели создать Первая игра в одни ворота Вторая игра в другие ворота В разные причем ворота Жалко, жалко Дайсом Как будто он в лейте Не очень знает, как играть Была вот эта вот неудачная атака На эксп с подрывниками Без продолжения Что самое странное Кажется, да Давайте тогда попробуем Подключиться, посмотреть, как там Может задержку тогда убрать Завтра какое время приходить В 16.30 Первый матч начнется В 16.30 Что-то я не вижу Давайте посмотрим, кто Кто из наших стримит Что-то мне долго грузится Да, они стартанули Увы Я заговорился Не успел к игре присоединиться Sorry, друзья Они чуть больше минут подождали всего лишь Ладно, посмотрим тогда Сделаем ретрансляцию Окей Итак Итак И сяк Решающее Победитель будет играть С Ла Лайтом В Четвертьфинале Меньше чем 3 Тоже сердечки там делают Призовой фон, кстати, на данный момент составляет уже 4436 баксов А Соник сейчас 2 на 2 на каком турнире катал А на этом же Там про Ленин идут матчи еще 2 на 2 Одиночка говорит Привет, болеем за Императора Не сегодня Он уже отыграл сегодня Всех победил Завтра Да С матча Хэппича мы начнем Мне почему-то кажется, что будет Хэппичи Ла Лайт То есть вероятность этого события значительно Оооо Смотрите какой сайт Типичный француз А Дайсу 21 даже год Ё-моё То есть реально Когда был 2005 год, ему было 5 лет Он мог пропустить какие-то воды Ладно, поехали Козел первый Здесь Это молодой человек справа Это один из щеглов нубасов Иногда заменяющих основных кастеров Мы разок наткнулись на двух щеглов Он из Канады В Канаде Как вы помните Как и в Америке Проблемы с сильными игроками То есть они есть, но их очень мало Ну потому что сцена такая Варкрафт в Америке был гораздо менее популярен Чем в Европе и в Азии Вот И они, конечно, на пару там такого чудили Ё-моё До сих пор вспоминаю Туморо Кири говорит Это Майкер Ладно, давай, Дайс Не тупим Все нормально Собираемся Выпадает ненужный артефакт 1 Ненужный артефакт 2 Разведка от Крава на Экспанде Потенциальному эльфам Вообще он 21 выглядит на 30 А я... Да нет, мы Лоис Краву 27 А с щеглатом был логотип эльфов Как ты определил Возраст по логотипу я не понял Типичные французы сейчас посмуглее Говорит, что очень ранний Райвник грэвьярд Нифига он не ранний Он посередине не должен начинаться делаться Так же, как и второй склеп Если он планирует играть в Гарк База прямо перед Эколитом делается У Кипера какие-то артефакты вообще убогие Смотрите, кольцо, которое не спасет от Койла Новы Скрулл оф Зе Бис, который он только что продал И плащик такой ситуативный весьма Опять второй склеп поздновато делает Дайс Посмотрите, в правом нижнем углу Ну посмотрите, там где майкер Вот, вам что, не видно продакшен? Оп, показываем Когда доделывается грэйд на Т2 Посмотрите, и когда доделывается у нее склеп Грейверд, отлично Оооо, минус гуля раз Опасный момент Встырил артефакт, уже хорошо Уже хорошо Еще минус гуля Ой, Крайк, я бы вышел, я бы вышел Невозможно играть в такой обстановке Давай, 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 давай Реально, он сейчас может тельтануть просто крафт и левнуть Сам добил, 4 гули, минус Уууу Неплохо Ну ладно, поехали Гарги штампуются, лич второй, третий тир не делается Ну, как бы, если у вас два склепа, вам там придется чем-то жертвовать, и вы хотите гарко штамповать, и ресурсов на все про все не хватит. Какая наглость, ты офигел, что ли? Серьезно? Арчи, уже увидели Деку? Ну, 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 ну. Ой, молодец. Главное, я отогнал этого дерзкого Деку, который пытался съесть артефакт, который кипер у него отжал. У-у-у-у! Просветки не хватает, плащик очень хорошо помогает. И что сейчас делать? Надо как-то светить. Как ты подсветишь, если... Хороший... Хороший Моноберн. Хорошо, Дайс уводит Арчу. Хороший Берн. Ну и опять начинается. Видите, вот сейчас был бы у него став. Ситуация, понимаете, насколько бы сейчас другая была абсолютно? Он бы спокойно Диму стафанул, сделав им еще один Моноберн. Вернулся бы сюда зеленым красивым. Добил, кажется, Бараком последнего. Ну там классная аналитика от этого щегла канадского. Дима мог бы умереть, если бы там, конечно, была мана на Койл и Нову. Если бы там были еще герои 5-5, то он вообще бы... очень мало жил. Ну а если бы у Демона Хантера было больше бы жизни, то он бы мог пережить Койл и Нову. Я сразу триггерюсь на такие комменты, не знаю, просто не могу. Спасный момент. Где став? Блин! Вот, считаем. Арча могла быть спасена. Веспы. Где на экспанде у нас веспы? Пошли первые козочки. И главное, знаете, всегда у человека на руках при этом, если он делает нычку и делает две лорницы, у него всегда на руках есть какие-то деньги. Всегда, понимаете? Всегда. Минус гарга. Откуда она здесь появилась тоже? Короче, косячит. Дайс, косячит Краф, все косячат, поэтому игра пока что ровненько идет. Я бы посмотрел еще на разведочку в районе экспанда Андейдовского. Висит там висполь или не висит? Я вот прям не вижу пока. Сошел Т3, хороший разведка от Дайса, видишь, что... А, он пробегал, он пробегал иллюзии сейчас. Я думаю, что там за герой-то бегает? Думал, это Андейдовский какой-то, но нет. Протектор в стиле Фокетча. Берси говорит, почему Кипер стал первым героем Метти? Вы делали... Настолько лучше Дима, и Диму сильно порезали. У Димы немножко порезали Берн. У Димы... Ну, чуть-чуть, на самом деле. Козла больше подняли. Потом, правда, его подрезали назад, но нужно какое-то время, чтобы перестроиться. Ну и в целом, он все равно сейчас позволяет тебе получить преимущество. Пока не появляется Диспл. У Андейдов Диспл, вы помните, когда появляется, насколько поздно? Спасный момент. Очень хорошо. Мне нравится, как Дайс бегает... Бегает одним козлом. Потому что ему прокачка козла не настолько критична, как прокачка Димки до третьего уровня. Сейчас уже. Вот, и он... Ставчик пошел, хорошо. Не отменил, кстати, мудвал. Там два педанта Эльфа, а у Андейда мантия невидимка. Ну, это не рандом абсолютно. То есть, ты же помнишь, что эти два артефакта Эльф один стырил у Андейда, второй забрал на своей точке. Ну, и такие артефакты не особо нужны Эльфу. То есть, то, что Димка сейчас бегает с амулетом Энергии, это скорее то, что он не возвращался на базу. Он должен продать, купить арбу, взять инвул себе. То есть, он... Педант Димке не нужен. Просто слот съедает. 46. Хорошо, мне нравится еще, что Дайс сидит в лимите 50. Даже несмотря на то, что может выходить из лимита. И... А он сделал, интересно, Т3, и уже смог сделать Т3. Или ждет просто таймингового выхода врага. Нет, не сделал. А это вопрос, кстати, почему. Время-то было, когда он иллюзии приходил, увидел, что Андейд делает Т3, можно было уже в тот момент понять, что время для своего Т3 у него есть. Очень пассивно сейчас Дайс играет. Проверяет базу. Да, жалко, 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 что Дайс сейчас... Он жмется, он жмется. Он мог на мастерской сейчас Димку крепить. Он мог, не знаю, на свою красную точку слева прибежать. Не хватает ему немножко разведки, чтобы понять, насколько... Да, пошел играть на Т3. Поздноватым. У Крауни не так много пока что. Вот он побегал, вот сейчас Дайс просто набегал на красную точку. То есть он бегал, а все это время Андейд успел метнуться на красную и уйти в сторону там эльфийской базы. Очень много времени потратил. Просто очень много времени потратил. Демон Хантер продал, смотрите, этот... Пэддент оф Энэджи. Шлемак продал. Лич сейчас третий будет. 4-3. Очень пассивно Дайс играет. Очень пассивно. Закрипал одну точку, у него есть телепорт, он не идет на красную сейчас. Не знаю. А Дайс сейчас будет выходить, наверное, из лимита. Вот этот момент вы не пропустите. 3-4-2. Да, выходит из лимита. Общение, у Дайса разведки не хватает, катастрофически. Он сейчас идет на красную точку, которую закрепил Андейд. Мало того, что он не знает, что она уже... Ну, когда она была закреплена, и что она была закреплена уже. Много-много времени проводит в беготне, просто никчемный. Арчи впереди, плохая позиция для старта. Ненужное абсолютно сражение сейчас. У него часть лимита в заказе. Сражается вне протектора. Короче, ошибка на ошибке у него. Его просто сейчас... Блин, так обидно. Просто человек сливается. Ну хрена он здесь сражается. Почему телепорт не прожить было сразу? Капец. Кипер-кипер стафается. Ну вот, у него стоит протектор на экспанде. Возникает вопрос, что ты здесь сражаешься? Ну зачем ты здесь сражаешься? И при этом он... Ну да, он все равно больше норестерил. В общем, андет к тебе шел. То есть у тебя не было потребности с ним сражаться именно в том месте, в котором ты с ним сражался. Не было абсолютно никакой потребности. Экспанда у него нет. Тебе не обязательно было прямо сейчас его... Где угодно с ним сражаться, выигрывать. Не надо тебе лезть на его базы. Он сам приходит. Ты же сам уже протектор поставил у себя на экспанде. Зачем ты его поставил? Опять же, сделал бы ТП, а взял бы арбу. Ситуация была бы другая. Подошло бы с другой стороны. Опять продолжается сражаться вне... Ой, ты блин, какой же ты... Блин, да мне больно смотреть. Зачем, зачем, зачем ты это делаешь? Разведки не хватает. Пассивно играет, не видит, где находится Undead, что он делает, когда он выходит из лимита, когда он идет... И сейчас протектор такой, вы офигели, что ли? Где армия-то? Эльф? Так нелепо отдается. Больно мне, больно смотреть на это. Ну ладно, он молодой, неопытный. Практика исправит. Там у нее до заказа был 68 лимита в один момент во время сражения. Кравмайт стилл виндис. Алло. Тут минус эльф уже. Кравмайт стилл виндис. Офигеть там аналитика. Героиндиски пустые. Дестройеры. 46-44. У эльфа лимит уже меньше. Зевает он ману у деки. Не успевает сделать берн. Хотя подрезает при помощи арбы и юнитов. Отличное место для магазина, кстати. У нас же внутри базы нет. Нет места больше, да? Да я начинаю гореть. Представляете, как я буду гореть, когда начну сливать лады просто? Я же буду лажать гораздо больше, чем дайс. Гораздо больше, чем дайс. То есть когда у тебя руки уже не с того места растут, а понимание игры еще какое-то осталось, это же вообще убийственно. Мне нужно столько практики, чтобы шреддер отдается вообще без шансов. Да, но... Пят, ё-моё, какой провал по экспиэм. Не, ну мы видели, что и крафт бывает нестабильно отдается. Но нычка по-прежнему стоит, то есть теоретически еще... Да, вот два протектора делают, кстати, это может помочь. То есть крафт прекрасно понимает, что сейчас его следующая атака и должна убивать. Просто... И надо сделать все, чтобы отбиться. Как-то отбиться, не знаю как. Ну вот протекторами как раз. Но проблема протектора в том, что даже несмотря на то, что они стали строиться быстрее, там, на 5 секунд, все равно тебе нужно там 50 или даже 55 секунд, чтобы протектор вырос. Позиция хреновая опять. Хорошо. 48-40. Здесь уже хорошая ситуация. Отлично. Дрядок под контроль немножко, но чуть-чуть. Дрядку слева. Блин, как же ты кос не любишь. Еще больше, чем Фогги, не любишь кос. Крээээп. Крээп. Дима пятый. Не, нормально, можно еще отбиться здесь. Протекторы были очень правильным решением со стороны, да. Очень правильным. Молодец. Телепорт. 30 на 26. Ну там мейн будет скоро истощен. Но игроки, понимаете, они, несмотря на то, что ошибаются периодически, да, они все равно друг друга стоят То есть вот, и все равно интересно на матч смотреть, несмотря на... О, хорошо Понимает, что Берн не достанет до деки Дека пытается накопить, ай, в тютелька, в тютельку, просто койл Сколько осталось? Вот правильно, опс, опс, правильно, тыкейт Самый главный вопрос, что там по мейну, по количеству ресурсов Виспа увидели Вот сейчас, вот такой разведки, да, если не хватало в середине игры Чтобы он свою красную забрал, когда противник забирал свою Было бы значительно проще сражаться, если бы он не проигрывал один левел андеду в том сражении Ну, и если бы он сражался в позиции под протектором, с подкрепой, подходящей с правильной стороны Рядом с мунвеллами, магазином и так далее Два-два грейды Хорошо еще, что справа контролирует Висп экспант Вот, и Димка, пятый, дает такую серьезную мне надежду, по крайней мере, на то, что в лейте можно с этими андедовскими героями что-то будет сделать Главное сейчас не лезть сверх лимита Понимать, что он дает с текущей армии, там, с парочки дистров и с несчастными гаргами Он тебе ничего не сделает, особенно учитывая то, что ты вложил средства в протекторы И если не сражаться без... Вот, тебе, по сути, нужно дождаться, когда закончится база Закончится золото у него на главной базе И спланировать атаку на ту базу, где он будет делать экспант То есть это либо его шахта на 12 часах, либо на 5 часах И все По сути, это должен быть план на игру такой у Дайса Он выходит из лимита Красная точка все еще не закреплена Можно крипджекнуть и спеть здесь, а? Блин, о, прошел, 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 хорошо Бернам добивать надо Ну что ж ты делаешь? А зачем? Почему он не забернил этого, Магнуса? Или там спелл мью на него, да? О, инвулом красиво сейчас словил козлом, видели? Хороший момент, здесь крафт может остаться Что у него там, есть ТП? У него ТП нет! Так это все, это минус ДК Казани мешай, дура Есть минус ДК, я бы вышел ГГ ФГ, говорит ФГ, это либо ты промахнулся по ГГ Или Или факт из гейм Блин, Дайс, молодец Ладно Блин, это либо ты промахнулся по ГГБ